Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз и с вами я, Ирада. Сегодня буду заполнять песочные корзиночки разными десертами. Свежими фруктами, ягодами, джемом и кремом шантелей. Мне понадобятся тарталетки, крем шантелей, тыквенно-цитрусовый джем, фисташки, сахарная пудра. А из фруктов и ягод – клубника, киви, виноград, гранат и мандарин. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Друзья, на прошлой неделе я уже делилась с вами своим секретом, как я готовлю нежнейшие песочные тарталетки. И уже говорила о том, что в качестве начинок прекрасно подойдут как салаты, так и фруктово-ягодные десерты с различными кремами. Ссылки на видеорецепты крема шантелей и тарталеток оставлю под видео. Вы также можете перейти на эти видеорецепты, нажав на подсказки в верхнем углу экрана. Итак, фрукты и ягоды мою и откидываю в дуршлаг, чтобы вода полностью стекла. При необходимости можно даже положить их на бумажную салфетку, ведь если ягоды останутся влажными, то корзиночки могут намокнуть и порваться. После готовлю фрукты для украшения корзиночек. Снимаю кожуру с киви и мандарином. Дольки мандарина разделяю на две части. Киви сначала разрезаю на ломтики толщиной в 2-3 мм, а их, в свою очередь, режу на 6-7 кусочков. Виноградины отделяю от ветки. Клубнику, в зависимости от размера, разрезаю по вертикали на 4-6 или 8 кусочков. Сегодня я оставила плодоножки клубник, но при желании их тоже можно отрезать. Фисташки чуть-чуть измельчила в кафомолке. Хочу отметить, что тарталетки можно заготовить заранее и хранить в контейнерах, как при комнатной температуре, так и на холоде, на балконе или в холодильнике. Это даже лучше. Приготовить крем-шантили и нарезать фрукты стоит с утра. А за несколько часов до подачи на стол можно приступать к оформлению. Всё легко и просто. Советую положить готовые корзиночки на бумажные розетки. Кроме того, что так корзиночки выглядят презентабельно и эстетично, тарталетки в бумажных розетках очень удобно раскладывать из общей посуды по тарелкам. Для разнообразия на донышко некоторых корзиночек кладу немного тыквенно-цитрусового джема. Он не приторный, а лёгкие нотки апельсина и лимона отлично дополняют этот ягодный букет свежести. Джем я приготовила сама и обязательно поделюсь с вами рецептом. При желании тыквенно-цитрусовый джем можно заменить на заварной лимонный крем. Идём дальше. Сверху кругами выдавливаю крем. Сегодня я это делаю с помощью насадки «Большая звёздочка». Можно использовать любую насадку, но желательно выбирать зубчатые насадки. Это придаст крему рельеф, отчего корзиночки станут ещё красивее. Я уже отметила, что для заполнения тарталеток я сегодня использую крем «Шантилье». Он вкусный, нежный, лёгкий и ароматный. И к тому же отлично держит форму. Для заполнения тарталеток также прекрасно подойдут белковые, масляные и различные заварные крема. На крем сверху кладу фрукты и ягоды. Я старалась разнообразить оформление корзиночек, чтобы тарталетки с десертом не выглядели на столе однотипными. Вы же можете оформить корзиночки на своё усмотрение. Красота! Такие тарталетки с десертом придают сервировке особый шик. И кроме того, они очень удобны. Особенно, если стол фуршетный. Если у вас нет времени на приготовление тарталеток, то можно приобрести готовые и заполнить их на своё усмотрение. В любом случае, надеюсь, что моё видео окажется для вас полезным. Сверху ягоды и фрукты посыпаю рубленными фисташками и сахарной пудрой. Вуаля! Нежнейшие песочные корзиночки со свежими ягодами и воздушным кремом шантелей готовы. Это целый букет витаминов, свежести и вкуснятины. Попробуйте приготовить корзиночки с фруктовым десертом, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Всем приятного аппетита и приятного застолья! Если видео оказалось полезным для вас, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока! И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!